Всем привет, меня зовут Мелиса, говорю сразу, это видео будет достаточно только для владельцев айфона. Поэтому если у тебя андроид, то пока-пока. А если вы остались со мной, то мы продолжаем. Сегодня я расскажу, как классно оформить iOS 14, какие подобрать виджеты, где это вообще все искать. В общем, должно быть очень интересно и главное полезно, поэтому давайте начинать. Поехали! Первое, что нам нужно сделать, это естественно обновить сам телефон до 14 версии, у меня уже стоит 14.01. Затем нам нужно скачать три приложения, это Color Widgets, Photo Widget и Widget Mist. Это три основных, которые нам сегодня понадобятся. Итак, первое, что мы делаем, это заходим в приложение Color Widget. Там есть очень много разных вариантов, таких типа календариков с временем. Они очень красивые, яркие. Ты можешь выбрать абсолютно любой. Я выбираю под тематику Хэллоуин, потому что он все-таки скорый, нужно уже к нему готовиться. Ты можешь поменять там абсолютно любой шрифт, цвет, вообще-то сделать абсолютно другой виджет, просто на основе этого. Это, мне кажется, очень интересно и прикольно. Затем мы его, возможно, как-то корректируем, выходим, сохраняем, естественно. Удерживаем просто какую-либо иконку приложения. Изменить экран домой. И в правом верхнем углу будет такой плюсик для добавления каких-либо виджетов. Мы выбираем то, что нам нужно. Можно выбрать из предложенных, которые предлагает сам iPhone, или уже из конкретных приложений. Мы выбираем конкретное приложение, там все ставим. Если вдруг у вас в первый раз что-то не поставилось, то просто посмотрите конкретно, какую папочку с конкретным виджетом выбрали, потому что там можно создать очень много, и потом нужно выбирать. К этому тоже относитесь внимательно. Далее мы заходим в приложение Widget Mist. Мы выбираем все, что нам нужно. То есть там можно выбрать и шаги, и погоду, и что-то такое астрономическое по звездам. Очень много разных вариантов. Есть и платные, и бесплатные. Но мы с вами не такие богатые, поэтому выбираем все бесплатное. Я стараюсь оформлять все в каких-то одних таких темных, темно-оранжевых, красненьких цветах. Все-таки потому что у меня тематика Хэллоуин. Я выбираю шаги, также меняю шрифт. Во всех этих приложениях можно менять самим что-то. Шрифт, цвет. Я это все меняю. Затем также зажимаю какую-то иконку приложения. Выбираю изменить экран домой. И прямо в верхнем углу нажимаю на плюсик. Выбираю нужное нам приложение. И все, собственно, ставлю. Следующее приложение, которым мы будем пользоваться, это фото виджет. С помощью него мы сможем поставить какую-либо фотографию просто на ваш экран. Это именно не как обои, а именно, я не знаю, как это называется правильно, на рабочий стол. В общем, заходим в фото виджет. Скачиваем, загружаем нужное нам фотографию. Тут можно создать много разных альбомов. Главное в этом также не запутаться, потому что я уже реально много раз запуталась. Выбираем нужное нам фотографии. Также зажимаем иконку приложения. В правом верхнем углу плюсик. Выбираем, что нам нужно. Выбираем конкретный альбом. Все это тщательно смотрим. И у нас появляется вот такая вот иконочка фотографии. Абсолютно любую можно ставить. Которая нам надо. Вот так вот получается. Уже очень красиво, на самом деле. Но я думаю, что пора поменять обои. Я думаю, как менять обои все знают. Заходим в настройки. Выбираем обои. Выбрать новые обои. И выбираем все, что нам нужно. Экран блокировки, домой. Я всегда в этом путаюсь, но, естественно, это не важно. Выбираем все, что нам нужно. Я до этого в пинтересте уже нашла, скачала классные картинки по теме Хэллоуин. И, в общем, вот так вот у меня все получается. На самом деле, очень, мне кажется, красиво. Не факт, что до конца эстетично. Но все равно мне очень сильно нравится. Возможно, я это как-то буду менять еще к Хэллоуину, потому что времени все-таки много. Но все равно я очень надеюсь, что вы поняли, как это все делается. В общем, с вами была я, Мелисса. Я очень надеюсь, что вам чем-то помогла. И вам понравилось это видео. Вы обязательно поставили лайк и подписались на мой канал. Если вам что-то не понравилось, то лучше ничего не ставьте. С вами была я, Мелисса. Всем пока-пока. Не понимаю, что качество такое хорошее? Раньше оно так не снимало. И много новых функций. Что это такое? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.